А теперь коротко о других новостях. Проводится проверка. Всех, кто знает покупательницу на видео или где она находится, просит сообщить в полицию по телефону, указанному на экране. Ответят за незаконную вырубку деревьев. В суде, где возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. По версии следствия, в ноябре к правоохранителям обратились представители лесничеств. При обходе территории они обнаружили, что кто-то срубил 10 берез. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подозреваемый местный житель очищал свой дачный участок и решил заодно спилить деревья на пограничной территории. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил около 13 500 рублей. Детский сад в Юревце обязали передать муниципалитету. Такое решение вынес арбитражный суд Владимирской области. Дело в том, что компания-застройщик обязалась построить в микрорайоне объекты социальной инфраструктуры, в том числе детский сад на 190 мест, а затем безвозмездно передать их городу и горожанам. Но почему-то, несмотря на обязательства, отказалась передавать объекты в пользование. Мэрия подала в суд и выиграла. Теперь одна из главных задач для город-администрации – получить все необходимые документы для открытия детского сада номер 9 в максимально сжатые сроки. Путевки в дошкольные учреждения будут выдаваться управлением образования в соответствии с очередью. Социальные проездные во Владимире продавать не будут. Это связано с переходом общественного транспорта на автоматизированную систему оплаты проезда. Как сообщают в городской администрации, с 1 января 2020 года льготные категории пассажиров смогут ездить по специальным транспортным картам на всех троллейбусных маршрутах, а также на автобусных, которые отмечены буквой «С» – неограниченное количество раз. Оформить льготные транспортные карты можно бесплатно, в том числе в филиалах многофункционального центра на Октябрьском, Суздальском проспектах и в микрорайоне Юрьевец. Те, кто уже подавал заявление на карты, их получат. Повторно обращаться не нужно. Вакцинируются взрослые и дети. По данным на 4 декабря, более 400 тысяч жителей региона уже сделали прививку от гриппа. Из них 109 тысяч – дети. Прививочная кампания продолжается до начала подъема заболеваемости. Как сообщают эпидемиологи, защитный эффект от вакцины наступает через 2-3 недели после прививки и сохраняется в течение года. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детских садах и школах с согласия родителей. Получили путевки на чемпионат страны. Сразу 7 владимирских спортсменов отобрались на всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Своё мастерство они подтвердили на чемпионате ЦФО по этому виду спорта. Он проходил в Рязани. Первые места в своих весовых категориях заняли Роман Иванов, Абуизид Манцыгов, Аванес Сукиосян и Артур Сарксян. Тимбулат Абазов взял второе место. Шахбан Кибеков и Никита Метлин стали бронзовыми призерами. В соревнованиях участвовали около 110 спортсменов. Владимирскую область представляли 13 борцов. На чемпионат России по греко-римской борьбе победители отправятся в январе 2020 года. Соревнования пройдут в Новосибирске.